Депутат Госдумы Сергей Иванов предлагает разрешить россиянам покупать и носить боевые револьверы и пистолеты. По мнению парламентария, это нужно для самозащиты граждан. Подают же по специальным лицензиям ружьи и карабины. Но однако у законопроекта огромное количество противников, которые боятся, что городские улицы превратятся в места перестрелок вооруженных россиян. Статистика МВД только подтверждает эти опасения. С начала года количество преступлений с использованием оружия составило несколько тысяч. Виктор Черногуст попытался понять, сократит ли легальное оружие кровавые цифры. Менеджер с говорящей фамилией Калашников на улицу всегда выходит подготовленным. В России шиперцовый баллончик газовый, шок аэрозольный. Что еще? Нож, например, вот такой. В других карманах еще один нож и, наконец, травматический пистолет. Передвигаясь с таким арсеналом по Петербургу, Юрий Калашников уверен, опасности для окружающих он не представляет. Ведь чем мощнее оружие, тем больше ответственность. Покупая такое оружие, человек понимает, что это серьезное оружие, большой мощности, с которого легко бить человека. Соответственно, пускать его в споре он не станет, потому что знает, чему это может привести. Покупая травматику, как игрушка, стреляющая резиновыми шариками, человек в том числе подразумевает, что захочу, выстрелю. Мощность продаваемого травматического оружия сейчас ограничена законодательно. Депутаты предлагают повысить разрешенный максимум в три раза. Тогда граждане абсолютно легально смогут купить, например, пистолет Макарова. Если у меня дома находится винтовка, гладкоствольное оружие, вас это не пугает же? Нет. Почему все остальные так переполошились? Ну, будет еще и револьвер лежать, или пистолет, ну, в зависимости от того, кто что предпочитает. Вот. Я считаю, что люди у нас вполне адекватные. Официальная статистика МВД. Только за первое полугодие в стране совершено почти 4000 преступлений с использованием оружия. Из травматических пистолетов граждане открывали огонь на дорогах, в офисах, даже в метро. Психологи давно заметили. В России сначала стреляют, а потом думают. Менталитет такой. Нажатие выстрела это достаточно эффектно. Ну, а что там произошло, попало в человека, и в какую часть его попало, и какой результат, это зачастую вне поля зрения получается. Впрочем, в странах, где огнестрельное оружие разрешено официально, последствия ЧП с его применением гораздо масштабнее. Меньше месяца назад, в штате Колорадо, прямо в кинотеатре были убиты 12 человек. 24-летний Джеймс Холмс почувствовал себя героем фильма и открыл огонь. Такого рода инциденты происходят в Америке по несколько раз в год. И сегодня единственное место, где можно легально подстрелять боевыми. Несмотря на цену, 8 тысяч рублей. За несколько часов тренировок желающих с каждым годом все больше. Наблюдая, как офисные клерки, бизнесмены и менеджеры часами стреляют по мишеням. Инструкторы делают вывод, если и пускать оружие в массы, то только под строгим контролем. Люди, получающие разрешение на короткоствольное оружие, должны вместе с ними обращаться. Основной упор, конечно, идет именно на безопасность обращения с оружием. В 2011 году в России было выдано 300 тысяч лицензий на травматическое оружие. Это уже сложившаяся индустрия. Винтовки и пистолеты продают даже на уличных рынках. По соседству с прилавками, заваленными одеждой, кинжалы, пневматика и даже противопехотная граната. Другой там. А сколько стоит это? А? Это учебное называется? Да. Самый громкий конфликт последнего времени с использованием огнестрельного оружия случился в Сагре. Жители небольшого поселка только благодаря стрельбе на поражение смогли остановить несколько десятков нападавших. Последний сейчас судит, а в Сагре на вопрос, пора ли жителям страны браться за оружие, отвечают однозначно. Всё ведь до поры. Вот если допечь, и вы возьмётесь. Если вас допечь. Ну вот до какого края довести человека? Любой возьмётся. Законопроект о легализации оружия Государственная Дума собирается рассмотреть осенью. Депутат Иванов не скрывает. Если его инициативу поддержат, он пойдёт дальше и предложит разрешить не просто покупать, но и открыто на улице носить оружие. Виктор Ченогус, Александр Логинов, Антон Овчаренко и Татьяна Гагаринова. Пятый канал. России необходимо развивать собственную авиацию. Об этом сегодня заявил Владимир Путин.